Вы слушаете Радио России Ульяновск. Итак, в гостях у моей программы «За чашкой кофе» сегодня Ольга Нужина, заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования страны, основатель и художественный руководитель образцового народного коллектива эстрадной песни «Соловушка», блестящий педагог и талантливый организатор, способный увлечь и заинтересовать детей через любовь к песне. Повод к разговору с Ольгой Евгеньевной у нас просто великолепный. Совсем скоро, уже 19 апреля, заслуженный коллектив Российской Федерации «Соловушка» отметит свое 30-летие большим концертом. С этой, ну, очень круглой и значительной даты мы и начнем. Помню разные этапы становления вашего коллектива, даже участвовал в ваших юбилеях очень давно, а сейчас вот знаковые события грядет. Доброе утро! Приближается очень красивая дата. 3.0. 30 лет нашему замечательному коллективу. Даже сама себе не верю, что так быстро пролетели эти 30 лет. За это время у нас поменялось очень много детей. Многие выросли. Вот буквально вчера писала ребятам в чат. И говорю, придут наши выпускники. Некоторым выпускникам уже 40-45 лет. Они говорят, ого, у меня мама младше. Дети были удивлены. Я говорю, а что же вы хотите? Конечно, мы же растем. И меня, конечно, очень радует, что на сцене «Современника» у нас будут наши ребята, которые съезжаются на наш праздник, несмотря ни на что, отпрашиваются с работы и едут. Они все просто до слез на удивление посылают мне свои видео. Как хорошо, что сейчас замечательные телефоны. Есть такие возможности посмотреть. И они между собой проводят спевки, репетиции. И мне тихонечко записывают это, готовятся. Мне на работе говорят, ну зачем выпускники? Пускай поют дети, которые сейчас занимаются. Надо показать этапы этого пути большого. А мне просто-напросто, вот видя, что они сами с собой созваниваются, естественно, я просто не могу не предоставить им право выйти на сцену. Потому что, на самом деле, они очень хотят поздравить коллектив. Значит, что-то в судьбе. Потому что многие ребята, которые тоже сейчас будут стоять на сцене, наши выпускники, мы договорились, какую мы будем с ними песню петь. Они у нас в коллективе пропели 16 лет. Не секрет, многих детей приводят, когда им 4-5 лет. И уже обучаясь в университетах, в институтах, они еще продолжают к нам ходить. Мне всегда говорят, так в школах столько не учат. Я говорю, а мы не учимся, мы творим. А сколько у вас сейчас занимается? Вот на настоящее время у нас в коллективе 65 человек. А когда все начиналось, сколько было? Вот самых-самых первых помните? Так, конечно, всех помню абсолютно. Самый первый состав у нас был, наверное, 20 человек в течение первого года, когда мы создались. Но самое интересное было другое. Я на работу пришла в Центр детского творчества номер 6 в марте месяце. В апреле месяце мы уже давали первое выступление. Праздник Центра детского творчества. И мне сказали, от вас номер. Хорошо, мы дали номер. Почему мы всегда празднуем в апреле? Потому что первое выступление нашего коллектива состоялось как раз в апреле. От первого выступления. От первого выступления. Не от того, что я пришла на работу, а вот просто от того, что это наш был первый концерт. И очень памятный. Ну, видимо, очень удачный. Надо сразу ярко было заявить о себе. Если сейчас люди приходят в коллектив, целенаправленно нас в области уже знают. Да, и знают не только в области. Народный коллектив. Заслуженный коллектив Российской Федерации мы второй раз получили это звание почетное. Люди, которые сейчас приходят, они идут, уже понимая, куда они идут, что они пришли петь, пришли творить, пришли для сцены. Кто-то пришел для того, чтобы их повозили и думать, что это просто. Такие люди как раз очень быстро уходят. А вот те, кто пришел учиться, они учатся долго, упорно и старательно. А те дети, которые первый раз пришли, там вообще была ситуация такая, поскольку мне дали всего 10 дней на создание коллектива, сроки сжатые, времени нет. Кого я набирала? Я вышла во двор, это был у нас подростковый клуб, где базу я себе нашла. И я кинула клич мальчишкам, девчонкам, которые играли в футбол, в волейбол, уже весна, уже тепло. Кто хочет петь? Пойдемте с нами. И вот эти ребята, дворовая команда футболистов, теннисистов, потому что в комнате стоял теннисный стол прекрасный, и дети туда забегали играть в теннис. Это вот был наш первый состав. Естественно, у нас не было никаких фонограмм, у нас не было никаких там микрофонов. Все с нуля. Все с нуля, мы пели в кегле. Сейчас многие говорят, ой, у нас нет аппаратуры, а у нас ее вообще не было лет 5. Не было ни одного микрофона, у нас стояла фортепиано, а мы по всей области ездили и давали концерты. Мне говорили, как дети хорошо владеют микрофонами. Ничего страшного, мы пели в кегле, который мы удаляли, приближали в зависимости от того, как нам надо было это подстроить. У меня было два комплекта, помню, зелененькие и розовенькие. И дети приходили, сразу разбирали свои музыкальные инструменты. За горами, за лесами, за морями синими, весь наполнен чудесами городок мечты. Здесь малиновые пеи и клубничные цветы, ты волшебный город, детство двери отвори. Это город мечты, небывалой красоты, пробежаться может каждый по дороге доброты. Это город мечты, небывалой красоты, побывать здесь может каждый я и ты. Самый главный инструмент – это была гитара, которую я притащила из дома. Ваша гитара. Моя гитара, да. Вы же ведь начинали как музыкант. И более того, вы играли на гитаре. Насколько я знаю, в коллективе. Да, наш коллектив, в котором я играл, я проиграла 14 лет. Начинали, года два мы работали на сцене клуба железнодорожников. Потом мы перешли, тогда это назывался Дворец профсоюзов. Руководитель у нас был Женя Мурсков. И мы в одной комнате вместе с нашими горожанами репетировали по очереди. То мы, то они. Ездили, конечно, по всей области с концертами. И у меня вот этот творческий процесс, во мне он жил, потому что я сюда вернулась уже с Белоруссии, когда создавала этот коллектив. Белоруссия очень тасковала по творчеству. Да, в Белоруссии, в военном городке. В Барановичи весь городок военный практически. Это почти граница. Там, конечно, я тоже создала свой коллектив, потому что я не могла жить без музыки. Я когда туда приехала, музыка у меня в душе. Ходила по коллективам, просилась, возьмите меня, как Лена Воробей, ну возьмите меня. А мне говорили, извините, у нас слаженные коллективы, команды. И я это понимала прекрасно. Состав, который уже сложился, я понимаю, принять человека чужого очень сложно. Поэтому там, не имея никаких возможностей, я просто создала клуб любителей авторской песни. В Белоруссии. В Белоруссии военные песни. То есть первый коллектив был сначала в Ульяновске. Это был мой, где я пела. Это вот, где вы пели и играли на гитаре. Да. Потом была Белоруссия. А в Белоруссии был первый детский коллектив, который я собрала. Это были дети все военнослужащих. И дети были потрясающие. И мы с ними ходили с гитарами. И были такие у меня дети, которым мамы, не веря в их начинание, ну, мне как говорили, вот он сегодня здесь, вот завтра там, и мечется, и туда-сюда. И инструмент дело дорогое. А гитары тогда были очень редкий инструмент. Это вот сейчас зайди в магазин, и так красавицы висят. И недорогое, и очень продвинутое. И очень продвинутое. А это вообще не было. И поэтому у меня многие дети, вот они безумно хотели петь, им нравилось ходить в коллектив. Это были в основном мальчишки 10-9 классов. Окончив школу, у меня вот многие мальчишки поступили в Минск, в университеты, в военные учреждения. И они приезжали каждую субботу, воскресенье, садились на электричку и 4 часа ехали до Барановичей для того, чтобы отрепетировать. Я им говорила, ребят, ну у вас же есть коллективы в Минске. Нет, это наш родной коллектив. Мы выпиливали из картона гриф, мы чертили им вот так вот эти лады, имитируя гитару, и натягивали веревочку. И вот у кого не было инструментов, мальчишки сидели там некоторые с гитарами, а некоторые на деревяшке или на картонке, просто зажимали аккорды. Поэтому мне приходилось смешиваться, идти к родителям, убеждать. И в результате потом у нас у всех детей появились инструменты. Буквально тоже вот где-то за год, за полтора мы уже получали приглашение на выступление в Польшу. Но судьба привела обратно в дом. В Ульяновск. И естественно, уже вот продолжая вот эту вот линию, эти мальчишки, которые первые пришли, мы тоже начали с ними с гитар. У нас были гитары, я их учила играть на этих гитарах. Значит, появился инструмент, клавиши мне в домоуправлении купили. Лель тяжеленный. Отдать должное. Настолько были ребята воспитанные, тактичные. Они понимали, что мне это очень носить тяжело. Всегда они мне говорят, Лель Геннадий, мы донесем ваш лель. Мы специально закупили тележку на больших колесах и грузили наш лель вот на эти колеса и давали вот так первые концерты. То есть я им играла на клавишах, ребята играли на гитарах. Оглянись, посмотри вокруг себя, вдруг кому-то очень нужен рядом. Твой совет или добрые слова, поделись своим лучистым взглядом. Пускай ла-ла-ла-ла летит счастье по свету. Мечтай ла-ла-ла-ла и мечту не отпускай. Запустим мы бумеранг добра, и станет мир ярче навсегда. Вернется все легко тебе. Запустим мы бумеранг добра, и станет мир ярче навсегда. Вернется все легко тебе. Сейчас в фойе современника будет небольшая такая фото-выставка. Самые первые дети, то есть архив моего коллектива я очень бережно храню. И в основном, начиная прямо с первого нашего выступления, то есть с 94-го года все фотографии я берегу. Они еще черно-белые. Первый наш репортаж, который брали у нас и в газетах, первое наше телевыступление здесь вот на нашем ГТРК, была организована программа, которая называлась «У веселого забора». И мы здесь тоже пели. Я играла ребятам на фортепиано, которые стоят в студии «У веселого забора», где мы пели «Купите мне собаку». Забор был? Забор был, забор был, все было. И вот наши первые детки, это буквально, говорю, начало 95-го года. До сих пор у меня в памяти наши передачи, которые мы делали с Александрой Викторовной Никитиной. Они к нам приехали в Виновскую рощу. Коллективу было три года на каруселях. Приехала наша ГТРК, наши все солисты пели свои песни. Это телесъемки. Сейчас некоторые дети, которые участвовали в том концерте, например, у меня есть такая Катя, сейчас она Екатерина Баранова, тогда она была Екатерина Паутова. Сейчас она водит свою дочку. Как раз хотела спросить, у вас же наверняка династия есть. Вот, династия, да. Как раз на этой съемке, там Кате, наверное, лет 8, а сейчас ее Пелагеечке 8 лет. Она мне ее привела, ей было, наверное, 3,5 годика. Она говорит, только Евгений, только вам. Но самое интересное, что до Кати у меня занималась бабушка. То есть вот это третье уже поколение в семье, которое сначала занималась Анжела. Для меня она до сих пор Анжела, хотя она уже бабушка. Потом вот Катя, сейчас Пелагея. Вот такая вот у нас есть династия творческая. Бумажные кораблики он клеил из бумаги. К ним вырезал из лент атласных паруса. Мечтал о приключениях, о дружбе и отваге. И видел каждый раз во сне ее глаза. Только белые мачты и синее небо. Ты плывешь в те края, где ни разу не был. Чтоб случилась одна из историй про мальчишку однажды, влюбленного в море. Как бы вы сформулировали ваш фирменный подход, не только профессиональный, но и человеческий, к детям? Что нужно для того, чтобы много лет поддерживать большой коллектив, чтобы он был на слуху, чтобы в него тянулись дети, чтобы дети успешно выступали на конкурсах? В чем секрет вот этого, не побоюсь сказать, успеха? Я думаю, для того, чтобы вот так коллектив жил, надо, во-первых, любить очень свою профессию. Потому что не секрет, мы работаем не за деньги, а работаем за любовь к своей профессии. Я свою профессию очень люблю. Это первое. А второе, надо просто еще любить очень детей. Родители спрашивают. Ольга Евгеньевна, правда, что вы мультики попросили детей принести? Я говорю, да. А зачем вам? Я говорю, я должна с детьми разговаривать на одном языке. Когда я не понимаю, кто такая Масяня, еще что это такое, говорю. Что они смотрят. Я в первую очередь должна понимать, чем они живут, как они живут, и, может быть, какую песню им написать для того, чтобы дети были заинтересованы. Повлечены максимально. Чтобы они понимали, что вот этот вот мультик вышел, и мы про это поем. Возраст у нас в коллективе, вот самые младшие дети, им сейчас 4 с половинкой, самым старшим сейчас 18. У них у всех, конечно, свои интересы. У маленьких одно, значит, ты должен поддержать с ними разговор. У средних другое, а у старших уже там в голове понятно, весна, любовь. Ты с ними разговариваешь как бы на одном языке. С настроением, чтобы новый день встречать, О хорошем надо помечтать. Встал с утра пораньше, кофе на столе, Как всегда бывает сотни дел в голове. Вокруг себя быстрее оглянись и пойми, Как прекрасна жизнь, другу руку пожни. Полон мир вокруг тебя, Идей, затей и искренних друзей. Радуйся утром на рассвете, Радуйся, когда смеются дети, Радуйся простым вещам, Радуйся ты мелочам. Радуйся утром на рассвете, Радуйся, когда смеются дети, Радуйся простым вещам, Радуйся, радуйся ты мелочам. Мы раньше входили в программу, в одну попали мы на нее благодаря Ирине с Наташей, потому что первыми, кто вот в этот проект прошел, были они, и они стали обладателями президентской премии Ирины и Наташи. Ирина и Наташи нужны, ваши дочери, дуэт, мы сейчас к ним перейдем чуть позже. Вот, но на проект мы попали благодаря им, и после этого наш коллектив начали приглашать. Благодаря этому проекту, который назывался «Адрес детства России», он существует до сих пор, мы выходили на такие крупные площадки, как Российский детский центр «Орленок», Российский детский центр «Смена», и, в общем-то, я там на многих проектах преподавала вокал. У нас был прекрасный такой еще проект «Вдохновение с севера», на который съезжались со всей России от Министерства образования проекты. Приезжали ребята со всей страны, но вот именно с отдаленных вот этих вот районов, Ханты-Мансийский, Мал. Конечно, очень было интересно, когда ко мне подходили якуты, которые поют для меня вообще на непонятном языке. Я им говорила, ребята, вы дайте мне хотя бы сначала оригинал песни послушать. Вот благодаря этим участиям в таких вот проектах мы попались на глаза организаторам президентских состязаний школьников, которым вот уже в прошлом году было 23 года. Начиная с 2010 года мы попали в команду, которая сопровождает на протяжении всех последних лет президентские состязания школьников. Это проект очень грандиозный. И наши дети, например, там в течение 21 дня сопровождают и открытие, и закрытие, и встречу разных почетных гостей. То есть каждый день дают свои концерты. Конечно, вот это вот на детей откладывает очень большой отпечаток, но 21 день в творчестве. А любому ребенку можно научить петь? Такой деликатный вопрос. Как бы сказать, звездой ребенок может не стать. Но если у него душа поет, он все равно же будет петь. И вот что-то тут мне делаю. У меня было несколько таких вот примеров, когда дети приходили, не имея вообще слуха, но дети очень хотели петь. Пример, когда 12 лет человек ходил в коллектив, после этого еще закончил музыкально-педагогическое училище по классу вокала. Для меня вот это, например, образец того, что если человек желает, он может добиться. Пускай он не идет на большие сцены, там на какие-то эстрады, но если у него живет эта вот любовь к музыке, она же зовет. Если ты не знаешь счастье, где найти, где любовь и радость можно обрести, просто обвинись и посмотри вокруг. Счастье рядом, оно к тебе, мой друг. Просто так улыбнись, как прекрасна жизнь. Счастье вокруг тебя, это все твои друзья и твоя семья. Это ты и я. Оглянись скорее, полон мир вокруг идей. Вот ответ. Счастье привет. Наверняка, сейчас уже упомянули один пример. Выпускники, многие выбирают музыку в качестве профессии. Лет на 10 назад очень многие наши ребята уходили в музыкальное училище, шли либо в Улгу на актерский факультет, поступали. Сейчас такая тенденция идет на спад. К сожалению, хотя дети поют прекрасно, выбирают себе профессии. Английский язык, китайский язык. Более такие практичные. То, что сейчас востребовано. А в душе поют. Знаю, что у меня, например, несколько человек, закончив институт, сейчас работают, преподают вокал. Но это значит, в душе осталось, раз они преподают вокал, а закончили совершенно по другой специальности. У нас немножко, конечно, работа в коллективе за эти 30 лет поменялась. Если раньше мы начинали, вот я говорила уже с бардовской, с детской песни, без фонограмм. Потом у нас появлялись первые фонограммы. Одна из первых, которая у нас фонограмма появилась, это нам подарил Вальдемар Ибн Кабози. Не знаю. Вот. Преподнес первые свои песни. Ну, а потом уже как-то вот эта вот индустрия написания фонограмм, она стала развиваться, и у нас появились минусовые записи, под которые ребята работали. Вот я сейчас с ребятам рассказываю. Вы представляете, мы работали, у нас были минусовые фонограммы и шнурки, микрофоны. И мы танцевали, пели. Сейчас радиомикрофонами тяжело управляются, когда еще надо двигаться. Я говорю, а у нас были шнурки. Они говорят, а как вообще это возможно было? Я говорю, очень элементарно. Мы работали со скакалками. У нас дети приносили на репетиции скакалки. Один конец, это был микрофон. И самое главное, чтобы вовремя красиво перешагнуть через этот шнурок. Когда ты хочешь, ты придумаешь все, что угодно, чтобы ты вот красиво выглядел на сцене. Потом какие-то песни писала я. Мы их пели. Ну вот мы сейчас переходим к очень интересной теме в плане репертуара. Вот перед нашей беседой буквально вы мне подарили нотную тетрадь, замечательную и яркую, с нотами детских песен. Авторский репертуар, потому что на обложке написано, что авторы музыки и слов, это Ирина и Наталья Нужины. Я так понимаю, ваши дочери сейчас, они основные авторы репертуара для студии. Сегодня я подарила сборник, который мы будем дарить всем нашим детям, которые занимаются в студии. Каждый ребенок получит этот сборник. В него вошли 27 песен, которые будут звучать на этом концерте, на нашем юбилейном. Но это не первый сборник, это уже пятый сборник. Ребята поют в репертуаре, наверное, около 300 песен, написанные Ириной и Наташей. Это и сольные песни, это и наши групповые песни. Ну, все, наверное, знают о том, что когда мы ездили на Олимпиаду в Сочи, мы писали специальный блок песен спортивных о спорте. Вот для президентских состязаний у нас написан гимн, у нас написан гимн для президентских игр, у нас есть гимн для всероссийского конкурса президентского ШСК, школы спортивных клубов. 24 песни только были посвящены Олимпиаде. Естественно, они у нас остаются. И, к сожалению, есть песни для меня настолько любимые и значимые, но мы их забываем, потому что хочется выработать что-то новое. И потом проходит несколько лет, и ты думаешь, а почему мы эту песню не поем? А почему нам не вернуться к этой песне? Рано утром на рассвете встань, улыбни себе И подумай о хорошем, станет тепло на душе Смейся от счастья, радуйся жизни Чувствуй себя всегда звездой И успех придет, лишь будь собой Улыбнись солнцу, улыбнись ветру Какая бы погода ни была Улыбнись счастью, улыбнись свету Прекрасен этот мир вокруг тебя Я вот залезла в интернет, и оказалось, вот, например, у нас была такая песня «Ты китам?» Мы попробовали ее просто спеть на территории Всероссийского детского центра «Смена». За нами прибежали, и все просеяли фонограмму Этой песни слов, я говорю, да подождите, ее еще Вообще нет, она только написана Вот первая проба у детей на сцене Будет пришлем, залезла в интернет Ой, там поют, там поют, там А нашей записи ни одной нет Я удивилась Песня ушла в народ Песня ушла в народ И вот таких песен очень-очень много Песня, которая была написана несколько лет назад Называется «Мы делаем выбор сами» Тоже посмотрела и флешмоба на этой песне По всей стране Но самое поразительное было, что в канун Избирательной кампании Самарской области Ее взяла своим, как бы, девизом И избирательная команда работала под нашей песней Песни живут своей жизнью После того, как авторы их отпускают Они уже сами пристраиваются Пристраиваются, да В разные семьи Да, и вот это, говорю, иногда очень радует Поют, ищут, списываются, просят Свет перелился через край От окон темнота Отпрянула в испуге Звонят, как колокол лучи Ну просыпайся, жизнь На севере, на юге Ну с добрым утром Земля В мире может все произойти Ну с добрым утром Береги себя И хорошего пути Лети Дуэт Как у них сейчас все складывается У них тоже свой музыкальный коллектив Детский Называется Нужные люди Уже 20 лет они работают в Москве Отпочковавшись От вашего Отпочковавшись Да, когда уезжали Сказали, ну мы открываем филиал Нужные люди Да, у нас просто-напросто Есть такое секретное название Коллектив наш работает по трем программам Первые вот как бы дети Которые только приходят в коллектив Они работают по стартовой программе Потом у нас есть программа Суперстар Это дети, которые занимаются 5 лет А вот те, кто уже отзанимался 5 лет Они у нас переходят в категорию Нужных людей Поэтому группа Нужные люди есть и у нас И она есть и в Москве У них сразу нужные люди А у нас до них нужно дорасти Я тоже хочу быть нужным человеком Возьмите Нужным людям стать, да? Когда девочки уезжали туда Они работали в продюсерском центре Ездили с гастролями по всей стране Потом, значит, стали солистами Муз-концерта И продолжают ими быть Но параллельно Душа поет Душа просит Опять-таки детского творчества По привычке Ульяновск кипит в крови Поэтому они создали На базе Центра детского творчества Еще один коллектив детский Ему в этом году 10 лет исполнилось Наверное, пятый раз Они получили звание Ведущий коллектив города Москвы И они выступают На многих площадках города Если раньше где-то Ира с Наташей слышали о том Что какие-то идут Очень интересные концерты Они в первую очередь кричали Соловушка Соловушка И рекомендовали наших детей То сейчас Как-то делиться Они говорят Вот сюда пойдем мы А сюда пойдете вы Несколько даже поездок Делали совместных Если композиторы одни Работаем мы в едином Как бы вот в порыве Одинаковыми методиками То естественно И дети работают Пускай независимо Мы Ульяновск или Москва Но мы делаем как бы одно И поэтому Когда мы съезжаемся где-то Вот на территории Либо Орленка Либо вот смены Либо Артека Да Отличаемся может быть Одним Костюмы у нас разные Но у нас есть специально Пошитые и купленные костюмы Чтобы мы сливались Вот тогда Тогда у вас совсем большой коллектив Тогда у нас очень большой коллектив Получается Да Просто сводный хор И вот сейчас Когда вот были Вот площадки на ВДНХ Давали с ними вместе Совместные концерты Не определишь Где наши Где москвичи Я не первый раз Беру у вас интервью Правда первый раз на радио Прежде всего Больше газетные Были публикации Всегда отмечаю Вашу такую вот Неиссякаемую энергию Которая ощущается Всегда И в беседе И на сцене Вот говорят люди Которые работают С детьми Очень могут Черпать от детей Вот этот источник Да Энергии Саш Я просто Знаешь Вот в свое время Я работала в школе Заучим Вот просто сейчас отвечу И когда я вернулась В Белоруссию Меня очень-очень Звали вернуться в школу Отказалась Почему? Потому что в школу Человек идет Ну как бы сказать Словом надо Надо получить образование Ко мне дети идут Не надо А хочу Я хочу Я хочу научиться Я хочу И у нас как бы с ребятами Такой творческий союз Я не знаю Черпаю я от них Или нет Но мне с ними весело Я не хочу никакой бумажной работы Потому что сколько предлагали Административной работы Просто со взрослыми Когда ты работаешь Я например Сразу чувствую Что этот человек Неискренен Там где-то какая-то есть Хитринка Кто-то хочет Угодить Кто-то хочет Наоборот Навредить Да Дети искренне Если они искренне плачут Они плачут Если они искренне смеются Они смеются Я от них просто получаю Чистоту Ту чистоту Которая должна быть Вот в жизни Потому что пройдут Какие-то годы И дети тоже Вольются во взрослую жизнь И начнут тоже хитрить Лопировать Многое потеряют Потеряют Вот этой искренности Да Меня заряжает Эта искренность Потому что говорю Я когда иду к малышам Я уже понимаю Что тут сейчас будут Смех по поводу зубов Что тут зуб выпал Что тут туфли новые Тут еще какая-то радость Вот она Вот эта вот искренность Она мне помогает Тоже вот работать С этими ребятами Мне говорят Ну как-то с ними Я говорю Не знаю Мне с ними весело Я с ними просто вот Ну может быть Это и дает Какую-то вот эту вот молодость Мы забываем Что вокруг нас Жизнь киты Яркни красками Все пестрит Зачем отсиживаться дома Сколько можно ждать Нам жить Скорей пора начать Если ты Не знаешь Копыль Закрой глаза Не надо По течению Плыть Теперь Открой их И посмотри На мир Изнутри Нужно бежать И некогда Спать Нам хочется Вместе Закричать Ведь я с тобой Танцуй со мной И на глубине Я взрослому Понимаю Что это Возрастное Но я понимаю Что это Не зло Которое бывает У взрослых людей А это детская эмоция Которой Ребенок не сумел Правильно Воспользоваться Этой эмоцией Детская эмоция И с ней Нужно Обращаться Осторожно Очень осторожно Потому что Ее же можно Повернуть Против Ребенка А этого Ни в коем случае Нельзя делать Дети очень ранимые Буквально Сейчас на репетиции Я просто Ребенку Сказала Что ребенок Не так улыбнулся Хочется Чтобы улыбка Была хорошая Ребенок Расстроился Очень Пришел домой Плачет А я детям Сказала Дети Давайте перед зеркалом Просто Улыбаемся Друг другу Как крошка Енот Перед озером То есть У нас Как-то Я очень часто Детям делаю Сравнение Используя Сказки Используя Мультики Используя Их язык Используя Могли объявлять Концертные номера Потому что В школе учили Разговаривать То сейчас Очень многих детей Лексика Ну а Ага Вот очень интересная тема Ведь на протяжении 30 лет Дети же тоже менялись Которые Да Очень сильно меняются Ведь вот это все Перед вашими глазами Очень меняются Меняются В поведении Не только Вот как вот Ведут концерты Оно вообще Вот по отношению К друг другу Если дети раньше Друг другу Больше сопереживали Больше следили Вот как-то Друг за другом Внимательными были Вот не получается Помогаем Сейчас дети Немножко другие Дети когда приходят В коллектив В основном Настраиваются на я А я стараюсь Их повернуть На мы Что мы команда Мы вместе И только вместе Мы сильны Но мы это я даем На сольных Своих каких-то песен Вот это я Пускай оно выражается На сольных Но когда мы работаем Группой Мы должны быть мы И если кому-то плохо Мы должны подойти Помочь Поддержать Ну как-то быть рядом Ну где еще Современные дети Могут почувствовать мы Как не вот в коллективе Такого где именно важно Специя Это значит спец Это по-другому Само слово Говорит за себя Мы сегодня Не только разговаривали Да Но и слушали Отрывки из песен В исполнении Вашего коллектива Коллективу 30 лет Это большой Путь Мой путь Да Как первый Фрэнк Синатра И мы тоже Пели эту вещь И вы тоже Еще споете Когда-то Мне приснился сон Это было давно Еще Ира с Наташей Были очень маленькие Мне очень часто в Беларуси Снились инопланетные существа Один из снов был таким Что ко мне они прилетели И спросили Что бы вы хотели в жизни Я им сказала Я очень хочу творить И чтобы мое творчество Передавалось детям Проснувшись Я про это рассказала мужу А он рассмеялся Говорит Ты неправильно сделал Надо было попросить Шесть цифр Для того Чтобы получить счастливый билет В спортлото там Или еще где-то Я говорю Нет-нет-нет Я сделал все правильно То, что требовала моя душа И я очень часто Вот эти слова вспоминаю Значит, наверное, не случайно Мне это во сне снилось Делиться с детьми Учить их Чтобы они были добрее Поэтому и буду дальше Работать с детьми Всегда в финале программы Прошу Короткое пожелание Нашей аудитории Во-первых Всех я приглашаю На наш концерт Еще раз А вообще хочу пожелать Чтобы музыка Наверное Помогала всем Людям Стать добрее Стать теплее У нас очень многие молодые люди Любят слушать иностранную музыку А я очень люблю слушать Нашу родную музыку С нашей любимой речью С русской речью Поэтому у нас в коллективе Очень мало песен иностранных Хотя мы их слушаем Мы их поем Потому что никуда не избежишь Хочу пожелать Любите нашу песню Русскую песню Народную песню Это, наверное, у нас у всех живет в крови Потому что без наших корней Мы, в общем-то, наверное, будем очень слабы Пускай вот эта вот музыка Делает ваш мир краше Делает в семье, наверное, такие волшебные вещи Когда семья сближается И творит чудеса доброты Новый день, новый шаг Вместе с друзьями Я иду за мечтой Время не ждет Верь в себя и успех Светит огнями Ярче сделаем мир Только вперед Лучше сделать Мы можем мир с тобой В силах путь своих Всегда уверен Смело иди за своею мечтой И оставайся не верен Знай, что успех твой Скоро придет Следуй за нами Вперед Новый день, новый шаг Вместе с друзьями Я иду за мечтой Время не ждет Верь в себя и успех Светит огнями Ярче сделаем мир Только вперед Счастье А наше время, к сожалению, подошло к концу С вами были ваш субботний музыкальный радиогид Александр Филатов И моя утренне бодрящая программа «За чашкой кофе» А также ее замечательный творческий гость Ольга Нужина Основатель и художественный руководитель Образцового народного коллектива эстрадной песни «Соловушка», чей 30-летний юбилей Пройдет на следующей неделе На сцене Ульяновского концертного зала «Современник» Давайте любить нашу родную музыку Нашу народную песню и ее русские стихи Пускай такая музыка делает наш мир краше Сближает людей и творит челеса искренности и доброты Давайте станем друг другу чуточку нужнее Всего вам доброго До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»